Привет дорогие друзья, с вами Алекс и мы продолжаем играть Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы России. Так, я надеюсь мне сейчас дадут выехать на дорогу, но что-то все так жмутся нагло и не хотят, чтобы я выполз. Аудюшка, я тебя сейчас зарежу. Вот, спасибо большое человеку под ником Вольт, который мне подсказал как включить день в игре. Огромная тебе благодарность, надеюсь я не забуду эту команду, но мне кажется, если честно, наверное забуду. Ну, я надеюсь, что не забуду, но скорее всего забуду. Вы если что, потом подскажите, когда снова наступит ночь. Короче, у нас снова день, мы можем спокойно ехать. Давайте включим, наверное, просто габариты, ближний, я не знаю, нам нужен нет? Или включим ближний, пусть будет, да? Мы же типа как-никак едем с топливом. Сколько, кстати, нам осталось ехать? 172 километра, я не знаю, сколько мы за сегодня успеем пролететь и надеюсь, как всегда, будет у нас с приключениями. Кстати, кто-то круто написал, это не я не умею ездить, это дороги плохие и что-то еще. Ох, а, и КамАЗ прыгает. Не знаю, наверное, надеюсь так и есть. Но многие думают, что у меня на самом деле нет прав. Народ, у меня права уже. А сколько у меня права? У меня права с 2009 года. На три категории. А, Б, С. Я умею ездить. Это так, для справки, для тех, кто вдруг думает, что не умею я ездить. Я умею ездить и знаю правила, но, блин, это же игра. Так весело. Нарушать. В жизни-то нельзя так нарушать. Не, ну в жизни, ну как сказать. Нельзя. Иногда нарушаешь, иногда приходится нарушать, иногда по своему желанию. В общем, даже когда приходится, ты все равно по своему желанию. А вот. Короче, эта игра здесь будем нарушать. Будем жестко что-нибудь исполнять. Потому что просто с грузом ехать вот так вот 170 километров, это очень скучно. Также напоминаю, карту я не помню, где скачивал. Не помню. R9. R9 чего-то там. Что еще? Не знаю. Как она называется? Байкал. R9 Байкал. Точно. Вспомнил. Короче, надеюсь, наш Камазик разгонится. Деньги, кстати, крутил в ArtMoney. Для тех, кто спрашивал, как я крутил деньги. Вот. На ArtMoney, думаю, блин, так куча инструкций. Посмотрите на ютубе или в интернете их валом просто. Для тех, кто вдруг не знает, как пользоваться. Он, в принципе, вебмани... Ой, боже, какой вебмани? Вебмани, говорил? ArtMoney. Вот. Вебмани. Получается так, что там все работает точно так же, как 10 лет назад. Я не помню уже, сколько он существует. Этот чит. ArtMoney. Но, блин. Я помню, что в 2005 он уже был. Вроде бы как. Да, вроде бы был. Потому что себе StreetLegal там крутил еще деньги очень давно. А StreetLegal вышел... В каком году он, кстати, вышел? А StreetLegal вроде бы вышел где-то в 2001. Это очень давно было. Работающая штука обновляется постоянно. Хотя нет. Раньше обновлялась, сейчас не знаю. Короче. Не суть. Нам нужно лететь. Звука из салона, как всегда, нет. Если кто знает, как его включить, пишите в комментариях. Как-нибудь включу. В настройках все выкручено. Кстати, сейчас покажу. На всякий случай. На максимум не выкручено, потому что вот музыка и радио. Все, все остальное пополам. Снаружи еще более-менее, но из салона такое. Ужас. Кстати, радио кто-то писал. Включи радио, там какую-то волну не буду включать, потому что авторские права. Так что, без радио едем. Блин, вообще, гробовая тишина. Такое ощущение, будто здесь можно типа окна открыть и сразу типа будет шумно. Но хотя, блин, здесь движок должен так шуметь конкретно, как трактор. Так, у нас 172 км было. Нифига себе, мы уже почти 5 км проехали. Как-то дорога слишком идеальная. Наверное, потому что день. А по карте что у нас там? Прямик какой-нибудь или что? Танхой. Переемная. Ну, я не знаю. Наверное, успеем до переемной доскакать. Может быть, до Мишиха. Или Мишиха. Мишиха, наверное. Не знаю, сколько туда ехать. Но мне кажется, что Мишиха это максимум, куда мы сможем доехать. Чтобы серию, как всегда, на час не растягивать. Но пока что у нас просто прямик. Вообще больше ничего нет. Просто долбанный прямик. И все. И тишина. И дорога кривая. Но здесь хотя бы еще все как-то плавно. Потому что, блин, на тех прошлых горочках мы так прыгали. Мне, кстати, надо задние стойки менять. У меня примерно так же машина сюда сейчас ведет. Но не прям так жестко прыгает. Но все равно. Убил, представляете? Убил стойки. Хотя, наверное, не я убил. Машина убила. Весной поставил новые задние стойки. Бельштейн. И им уже кранты. Надо новые ставить. Сказали, ставь оригинал. И не будет ходить. А мне писали на драйве. Кстати, на драйве, если что, заходите. Там ссылочка у меня в группе ВКонтакте есть. Писали на драйве. Не ставь Бельштейн. Они не ходят на ней. Поставил. И реально на 2 месяца хватило. А может хватило на месяц. Просто я вот только на днях заметил. Что они потекли у меня. Так, мы валим почти 80 км в час. И проехали практически 10 км. Результат очень серьезный. Кстати, вчера мы проехали сколько? Вчера. Ну, позавчера, вчера. Не важно. Проехали 40 км. Это если мы за сегодня пройдем 40 км. Это будет 132 км у нас. Как он там? Одометр называется, да? Или как? О, отлично. Вообще, в повороте вот такая дорога. Вообще, шикарно просто. Чтоб я здесь расхерачился в Хламину. Вот, например, в этот Ивека, который навстречу нам ехал. Или это был не Ивека? Аносовка. Река, Аносовка. Вроде бы все текстурки хорошие. Вот названия рек какие-то размазанные. Блин, фулек спереди так ползет. По-моему, он даже ускоряется. Но мы никаких правил вообще не нарушаем. Едем очень грустно и скучно. Вообще, дорога идеальная. Сейчас, как всегда, камеру поверну, и там тачка стоит. Нет? Ну, кстати, здесь зато можно обгонять по обочине. Но КАМАЗ не позволит этого сделать. Мы плетемся очень медленно. Дорога прямая. Вот, все. 78 км в час. Не хочет ехать. Только со спуска валит. Нам нужен спуск хороший. Плавно тут идет. Кручь карту можно... Ой, все, нажал. F5. Карту можно выключить. Но она не особо нужна. Хотя, знаете, может и нужна. Просто... Без нее комфортнее. О, там справа какая-то панель управления пневмой, что ли. Что там непонятное. Так, не прыгай, КАМАЗик. Просто с картой удобнее. Видно, куда поворачивать. Насколько резкий будет поворот. Или обрыв какой-нибудь там. С поворотом. Что там нарисовано. По-любому. Это же справа. Вот справа в нижнем углу. Это же пневма, да, у нас? Что на КАМАЗах пневма бывает? На старых вряд ли была. Или была. Я не помню. Точнее, даже не знаю. Но это тут хреной, но в КАМАЗах я никогда не замечал. Или не обращал внимания. У нас так интересно, ручка коробки так свернута в сторону. Пятиступка получается. Задняя и пять передач. Я просто вижу, вон прямо деревья. Просто дорога прямая. О, там горка, по-моему, сейчас будет. Просто прямо. Никаких изменений. Давайте нам ДТП. Или я сейчас сам врежусь куда-нибудь. Настик. Нет, насыпь. Такие, кстати, насыпи как-то странно очень часто встречаются здесь. И ладно, если бы здесь какое-то болото было, или река, или еще что-то. А тут просто раз так все вниз спустилось. Тут такая насыпь. Хотя, по идее, дорога могла вниз спуститься и на горочку так затяжную пойти. Но нет же. Не сделали так. А, кстати, вот именно от нашего грузовика нет звуков. Потому что других проезжающих есть. Даже из салона есть, но они очень тихие. Нет, по-моему, их вообще не слышно из салона. Мы, как всегда, собрали поток. Кстати, я помню, что когда я говорил, что мы собрали целую колонну за собой. Один в один местность была. Точно такие аж отбойники были. Точно такой же подломчик небольшой. О, разбилка. Что, стоянка дальнобойщиков? Грунтовка. В никуда. Сейчас, как всегда, где-нибудь менты будут стоять и придется их сбить. И потом перевернемся. Дулиха. Река. Я думал, здесь поворот куда-то. О, 80 летим. Так, какой у нас пробег? 160 км. То есть, уже 12 км мы проехали. Неплохо, неплохо. А к городу мы к какому-то хоть подъехали или нет? Ох, начинаются горки, спуски, горки, спуски. Американские горки. Ага, мы к Танхоево подъезжаем. А дальше уже что-то будет меняться. Но здесь какие-то вот... Вот этот участок трассы, вот... То же самое, что здесь, только здесь он более короткий. А здесь такой плавный, длинный. Артюнинг! Что? Артюнинг, охренеть можно. Прижал, как. Уснул за рулем, называется. Интересно, вот если ехать вот просто идеально по полосе сейчас у нас, никуда не сворачивать. Ой-ой-ой. Мне нормально проехали. Просто, например, вот так вот взять идеально, вот так ровно. Мы вроде бы едем прямо. Но потихонечку начинаем смещаться. В какую-то сторону. Мне кажется, сейчас влево начнем смещаться. Нет, вправо. Сам отбойник уже помятый. И как раз кто-то уже спал здесь. И вот так, вот так, вот так. На обочину. И здесь мы бы свалились вниз. Мы бы, кстати, не доехали до этого отбойника. Мы бы просто не сапали. Если бы можно было остановиться, я бы, наверное, так сейчас и сделал. Ради эксперимента. Так, здесь город, нет? Здесь снова река какая-то. Шестипаловка какая-то. О-о-о-о-о-о-хо-о-о-о-о. Черт! Ахренеть. Что за ямы, черт возьми? Поехали. В яме. Тормознулся жестко. Теперь будем полдня разгоняться Если бы они не тупили Я бы справа их наверное обскакал бы По-быстрому Но блин Причем на горку Разгоняемся вообще с трудом По полкилометра в час Потому что тахометр У нас постепенно растет Так кстати хоть приборы можно рассмотреть Что у нас слева Слева вон время 12-13 Какие-то аварийки непонятные Это что такое Температура Слева справа 0,2,4,6,8,10 Это давление масла получается Килограмм на сантиметр Что если вы видите Кубический или хрена Короче это давление масла у нас справа Так то что такое справа Вот это вот справа я не знаю Возможно что-то с тормозами Там тоже метр кубический написано Скорее всего с тормозами связано Потому что за тормозами всегда нужно на грузовиках следить Эта тема такая жесткая Так справа у нас Что это такое 50 Я не знаю что там нарисовано По идее где-то аккумулятор должен быть Но я не понимаю что Ой-ой-ой-ой Что мы творим А нам хоть сюда нет Блин Ну ладно Короче мы поехали не по трассе Я хрен пойми куда Отраст на грунтовку Ой-ой-ой-ой-ой Извиняюсь Так дальше что Слева у нас Бак Слева бак Пол бака еще Скорее всего кажется как аккумулятор Но блин там деление 50 Полтинник на аккумулятор это бред Кстати а фары у нас работают датчики? Да работают Ой я помню на газоне такая хрень была Справа вот от руля Как коробка Вот когда руль Ой руль Фары включаю Крутится Один в один был рычаг Он здоровый блин Я не знаю как с руку С руку Как рука здоровый Городок какой-то спокойненький И огромный какой-то завод стоит С какими-то С трёмными трубами Так что у нас еще есть? Кто написал что есть спальник? Ну блин Честно говоря для спальника Там места вообще капля Мне кажется там замерзнуть нахрен Можно ночью Интересно в камазах есть? В старых вебаста ставили нет? Вебаста кстати классная тема Так что у нас еще? Реально не пойму что там нарисовано А так там блин У нас стрелочка Как раз на рисуночке находится Ладно не будем смотреть Это мы сейчас точно в кого-то врубимся И фары у нас по идее уже выключены Чтоб понять Дальний включен или нет Я не понимаю А у нас Ближний даже не был включен Чтоб дальний включен Заправка Еще что-то А что там было? Там была заправка И сто еще что-то Может там или база Типа какая-то Там вряд ли тачки продают Бабушкин Название Бабушкин Ой там стрёмно как-то Такой переезд под мостом Так какой пробег? Пробег уже 153 км осталось нам То есть итого мы проехали 20 км за сегодня Через километр Ну 152 Давай Черт тебя дери Отлично Так а почему время здесь А то время прибытия 1444 В принципе время не особо быстро идет 1217 Неплохое время Хватит на несколько серий нам Этого времени Прежде чем наступит ночь Но все равно едем Сейчас вообще никаких происшествий Мы до следующего города доехали или нет? Переемная Переемная В принципе близко А Мишиха Это Ну так Приличненько до нее ехать И это явно не 20 км Там до нее ехать Если мы сюда проехали 20 Мы сейчас до приемной У нас будет где-то 30-35 Дальше еще Наверное 30 км Дальше еще Дальше еще Дальше еще Сейчас еду, ему пофига, он даже не притормозил. Блин, у него так стремно прицеп прыгает. Наконец-то спуск. Сотку хоть дадим на нем. Сейчас по-любому снизу будет хреновая дорога, потому что нас и так уже покачивает изрядно. 90. Оп-оп-оп, сейчас пойдет расколбаса. Он прыгает вроде бы не сильно наш КамАЗ еще. Нет, сотку он даже со спуска не может нормально выжать. Не получается. Изо всех сил топлю. Сколько у нас? 97. 96, 95, все. Прямик по идее уже начинается и скорость начинает падать. Нам придется сейчас обгонять по обочине, потому что... Скорость нужно, чтобы была прежняя. А, то пикник какой-то, думал там ДТП. А меня что, догоняют еще? Нифига себе. Это или Ситроен, или непонятно, что сзади сидит. О! Ну, блин, не прыгай так сильно. 90 на горочку, сейчас они от меня уйдут. Буду прижимать, наверное, сейчас притык. Они все равно разгонятся. Конечно, у КамАЗа какой плюс? То, что мы едем, в принципе, по скорости вместе с трафиком. Потому что, если мы на тех на Вольво, там на Мерсе, мы просто летели как ненормально. То есть, здесь мы просто плетемся с ними. Интересно, если так буду я хоть ударю, не ударю? Нет, не ударю. Да, неужели я его обгоню? Оп, все, испугался. Но скорость у нас жесткого пала, он нас должен был обогнать. Главное, что для железной дороги несложно сделать такую ровную дорогу, без всяких там горок, подъемов, спусков. А для тачек легко. Просто взяли и сделали. Так, это Ренушка или что это такое? Какие-то фары странные. А, это Хиндайчик, наверное. Не Ренушка. Или Хиндайчик. Ренушка. Я не понимаю, что это за чудовище. Помесь. Реной Хиндай. Нет, наверное, Мерс. Цежка. Так, Мерсик, мы тебя обвиняем. Вот с автобусом, мне кажется, у нас будут проблемы. Мы, кстати, начинают тормозить. Карта даже не включена. У меня 10 кадров. Снаружи даже 10 кадров. Из салона 9 было. Не знаю, видимо, участок такой. Потому что до этого было все отлично. И сейчас жесткие лаги начались. 10 кадров. Не знаю, что здесь на карте происходит, но, блин, лаги вообще жесткие. Я представляю, у кого на обычных компах. Кто играет. Там, наверное, кадров вообще два кадра. Но у меня все на максимум выключено. Даже масштабирование текстур включено. Зараза. И топить начал. Увидел, что я начал обгонять и начал топить собака. Сутулая. Убью тебя сейчас. Вот, наверное, лес слишком густой какой-то. О, отпустило. Все, сразу кадры выровнялись. Нифига там стройка какая. Это город был? Стройка. Ну да. Переемная. Вот и все. Вот мы и пролетели. Сколько у нас КМ уже? 145. То есть это скоро будет уже 30 ММ. Нифига себе. Мы жестко едем еще. Так, давайте, наверное, справа обходить его потихоньку. Просто впритык прижимаемся. Все. Испугался. О, горы начинаются. Да нет, она какая-то... А, нет, растет гора. Растет прям на глазах. Видимо, сейчас будет местность какая-нибудь интересная. Потому что без горной местности как-то ехать скучно. И скорее всего, сейчас вот эти повороты как раз-таки будут по какому-то горному такому серпантину. А слева что там осталось, это озеро? Писали, Байкал там был. Или нет? О, что-то было. Дождь капает? Не, показалось. Кстати, погоду перемотал сюда на 12 часов. И дождь сразу пропал. Почему-то. Кажется, мы сейчас остановимся. Все еле плетутся на горочку. Еле плетутся. Мы летим практически сотку. Сейчас придется тормозить, наверное. Если будут какие-нибудь отбойники или знаки. Если мы их, конечно, догоним сейчас. Блин, ну как он прыгает, это явные признаки перегруза у него. Ох. Сейчас начнется. Просто посмотрите на этот подъем. Мы на него сейчас месяц будем заезжать. Давай, топи на максимум сколько только можно. 90 км. Где-то 97 там. О, 98 где-то было. 99. Ой-ой-ой. Чуть не опрокинулся. Видимо, как раз на скорость рассчитана, чтобы улетели сразу вниз. Так, вот это вот, видимо, тот участок. Плавный, да, на карте, про который я говорил. А, нет, мы еще не доехали. Вот это вот такой был? Нифига себе. А что здесь тогда будет? Но здесь дорога широкая, кстати, в повороте. Вообще непонятно что. Сдохли. 30 км в час ползем. Сейчас будет 20. Ну, давай же. Разгоняйся. Мы должны рекорд сегодня поставить. Я не знаю, какое, наверное, километров 50. Смотрите, 142. Это мы проехали сколько? 30 км мы проехали. Было 172. То есть нам нужно 132. Это будет 40. И полтинничек. Это 122. Так, все, улетели. Нет, нормально. Удачно еще едем. Ох, нифига себе, какая скорость. 123, 124, 125, 126, 126. Рекорд на КамАЗе. 126. Сейчас вылетим просто на какой-нибудь раздолбанной дороге здесь. От такой скорости. Все, сразу скорость упала. Вот реально он сам может ехать километров 80. Без чьей-либо помощи. Ограничение 70. 50. Я не буду тормозить. Дорога сама нас тормознула. Ну блин. Что за объезд? Зараза. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Блин, прыжок. С этим мягко еще отработали. Мягенько. Ни хрена не мягенько. Грунтовка, блин. Там, видимо, тоже ремонт дороги. Мы на горку хоть выползем. Скорость 20 мм в час. Ну давай. Не подведи меня, пожалуйста. 25 тонн, даю это себе знать. Скорость 10 км в час. Не знаю какая передача, но обороты на предель. Главное, чтобы он не переключался, иначе мы сейчас сдохнем. Вот это ползем, именно ползем. Наконец-то, кусочек асфальта. Нельзя было асфальт сюда закатать в объезд? Нормальные люди асфальт в объезд закатывают. Здесь просто земли накидали, и нормально, и так сказать. Так, по-моему, сейчас мы начнем разгоняться. Если не остановимся. Ягуарчик, не бойся. Ты там не проедешь. Я представляю, если бы мы отсюда от кого-то с гор летели в обратную сторону, мы бы тут, наверное, убились в этом повороте. Достаточно такой резкий. Нет. Все, будем ползти. Короче, 50 км нам сегодня, наверное, не видать. Хотя сейчас, может, и можно было переключиться на передачу повышенную. Ну, вряд ли он это сделает. Так, где мы находимся хоть? Ох, ну туда до Мешихи ехать и ехать еще. Очень далеко. Подъем, кстати, затяжный. Так, давайте остановимся. И тронемся заново. Скорость мы не потеряем. Просто есть вероятность того, что... Может, сейчас поедем быстрее. Потому что он тогда на одной и той же передаче валил. Не хотел ее переключать. А, в принципе, сейчас та же самая ситуация. Ну, тогда ладно. Получается, что нет никакого смысла. Пробойте. Тихонечко ползаем. Ну, блин, подъем очень затяжной. Посмотрите, сколько мы уже проехали. И сколько еще ехать. Все фуры просто еле ползут. Там ни конца, ни края нет. Сейчас сюда вправо, потом влево. Мы не больше сюда в горы зайдем. Как раз слева от нас. Там, по-моему, провода в никуда уходят. Ну, давай, переключись. На какую-нибудь повыше. Чуть-чуть быстрее поедем. Выкрутит же, выкрутит. Или нет, обороты подупали. Шел пятый день. Мы все еще ползем. Автобус тоже как-то так бодро вышел на обгон. Или потому что я останавливался. Но он с трудом просто, с трудом меня обгоняет. Это люди такие сидят желтые. Они как раз. Нет, люди. Почему такие желтые сидят? Заглядываем в салон. Э! Посмотреть хотели. Там видно, на последнем ряду мужик самый довольный был. Такая рожа у него. Кислая мина. Что он, видимо, не особо рад. Что он поехал этим автобусом. Что уйдешь как? Нравится? Ползти. Причем видно четко, что это аудиный значок какой-то. Это непонятный. Ситрэн вообще без значка. Жопа ли с каким значком? Какой-то крестный непонятный. Блин, так смотришь на всех. Кажется, что мы разгоняемся, когда они начинают притормаживать. Но фиг с два. Что это было? Ситрэн какой хитрый. Ауди плетется дальше. Все обгоняют справа. Автобус вообще охреневший, да? Не может выехать, а другим не будет. О, кажется, угол подъема меняется. Сейчас начнем разгоняться. Если никто спередмирует, затормозит. Шкода вообще непонятно, что исполняет. Лансер этом тормозит. Ну что, давай. Чуть-чуть. Все уже, можно разгоняться. Подъем закончился. Не могу понять, меняется угол вины. Вроде бы нет. Оттуда выглядела, будто здесь уже практически ровная дорога. Зато со спуска можно так валить здесь. Офигеть просто. Скания вообще никуда не спущет. Она бы там с этими кирпичами выскочила, как... Я не знаю кто. Но нет. Едет за нами. Ну там другие фуры вообще не дают никому ехать. Так мы проехали хрен знает сколько. Просто давайте посмотрим по карте, сколько мы проехали. Вот отсюда мы до сих пор ползем. Получается здесь такой изгиб. Широкая дорога. Здесь видимо что-то то же самое будет. Непонятное. Очень большая вероятность, что будет похожий участок дороги. О, наконец-то. Короче, видимо просто широкая дорога, потому что затяжной подъем, поэтому... Чтобы мы могли спокойно гонять. Ну, никто не спит уже. Ох, полетели. 20 мм в час. Бешеная скорость. Ну, переключайся. Подъема уже нет, нифига. Камазик, ты уснул? Давайте сбавим скорость. Начнем заново разгоняться. О, сейчас уже пошел. Видимо такая автоматическая система в игре, чтобы... Можно было на горку выехать. А потом он видимо не одупляется, чтобы горка уже закончилась. Все равно валит на максимальных оборотах. Так, какой-то знак там. Оранжер, я понимаю. Оп. Встречку заметил, хотя он ее не видел. И куда он влезет? Влезет, в ряд, не влезет? А, фура остановилась. Я думал, сейчас влупится. Что-то там монолит, заказчик. Короче, дорога, видимо. Сейчас дорога будет шикарная. Там вообще все снизу черное. Ой-ой-ой. Начинается. Начинается. Я не знаю, с какой скоростью мы едем. Лучше включу на всякий случай. 130. 140. Твою ж мать. 150. 160. Надеюсь, тречки нет. 180. 180. Твою мать. Вау. Приехали, по-моему. Ну, я не знаю, как прокомментировать данную ситуацию. Но мы явно в жопе. Или в заднице. Сможем ли мы отсюда сейчас выехать или нет? Я не знаю. Но, скорее всего, сможем. Я подозреваю так. Конечно, нам придется отсюда сейчас выехать вперед вот так. Потихонечку. И, надеюсь, прицеп наш спрыгнет с этой штуковины. О, ну начинается. На нас, кажется, другой прицеп падает. Блин, нам сегодня повезло. Слушайте, а мы здесь хоть развернемся, нет? Ну, нахрена вы поджимаете? Собака. Поджимает. Просто берет и поджимает. И здесь просто горочка. Блин, а боюсь здесь вниз спускаться. Думаю, не выйду. И там тот прыгает. Все, это пробка навсегда. Да, на всю жизнь пробка. Так, главное так еще выезжать, чтобы никого не испугать. Да что ж такое. Звонит мне вообще. Как не вовремя. У нас тут сложная ситуация. Вот, ну, звенки происходит в дерево, в курсе задницы. Кущим блокировкам вряд ли она сейчас вытянет. Ладно, давайте понормально. Вывернем. Давайте, давайте, фордики. Кашкайчик. Ну, что это такое? Поехали. После такого ДТП мы выжили. Мы именно выжили. Не сдались. Ну, как раз там стоянка дальнобойщиков. Давай, пролезай. Он всегда поджимает. И сейчас ехать не хочешь. Чувак, ну ты тоже, наверное, когда-нибудь выйдешь. Я не знаю, но ДТП его вычудил очень жесткое. Давайте здесь, наверное, припаркуемся на ночлег. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok